Всем привет! С вами снова Добрый Макс и мы проходим замечательную игру Грэм Мэтта Призрки подсознания. Ну и что же напоминаю, что в прошлой серии мы очень много всего узнали и в принципе, также обратите внимание, что доктор Дэвид Стайлз не занимается всевозможными сплетнями. Он весь ушел в себя, ушел в свой эксперимент и, соответственно, пытается встретиться с той женщиной, которую он любит просто до безумия. Ну что ж, ладно, и тем не менее, Саманта все-таки предполагает, что кто-то ведет очень большую, скажем так, нечестную большую игру с чувствами доктора Стайлза. И как раз в прошлой серии она ему об этом и высказала, на что Дэвид даже не обратил ни малейшего внимания. Ну а что же, раз речь идет о большой игре, я все-таки предлагаю встретиться с тем, кто в этом более-менее разбирается. Может быть, еще какую-то тайну мы сейчас узнаем от него. Так, и нам нужно на Горнмаркет-стрит. Вообще, конечно, немного странно. Кому понадобилось все это делать, совершенно непонятно. Как это связано с трагедией, которая произошла три года назад? Ну да ладно, я думаю, что скоро мы все узнаем. Добрый день, мисс Эверит. Здравствуйте. Так, ну и действительно. Мне нужно с вами поговорить. Окажите милость. Мне бы хотелось поговорить кое о чем, связанном с моим работодателем, доктором Стайлзом. Да. Он проводит эксперименты в подвале Дредхилла. Участвуют шесть студентов, он заставляет нас визуализировать спортивные тренировки. Сначала это казалось безобидным, но потом начали случаться странные вещи. И я не смогла найти никаких следов краски в бассейне, даже фильтры чистые. Правда, бассейн меня не очень беспокоит. Беговая дорожка, вот где реальная проблема. Ну да, как любитель головоломок, я нахожу это более чем интригующе. Но ведь это не головоломка. Я точно знаю, в чем дело. Это чья-то большая игра. Кто-то хочет вступить в клуб Дедал. Здесь точно замешан фокусник. Ветер на стадионе и силуэт бассейна классические отвлекающие маневры. Они отвлекали свидетелей, пока проводились линии, и выливаялась краска в бассейн. Естественно, это самый логичный вывод. К сожалению, ставилась идеальная жертва. Он отшельник, и из его опубликованных работ явно следует, что он верит в их естественное. Я сумел получить план экспериментов. Значит, это мог сделать и кто-то другой. С помощью плана он готовит все эти трюки. Если это игра, то она весьма оригинальна. Даже гениальна. Да. Я думаю, это гениально. Гениально и чудовищно. Вы знаете кого-то, кто мог бы вести сейчас большую игру? Кого-то, кто, возможно, как-то связан с Оксфордом? Вы должны знать всех фокусников в окрестностях. Моя дорогая, члены клуба разбросаны по всему миру. И еще есть тысячи постоянных клиентов. Всегда есть кто-то, кто ведет игру. Ах да. Я вижу вариант решения. Вы сами ведете игру и сообщите мне об этом. Ваша попытка известить об этом клуб Дидал. Это не моя игра. Жаль. Мне хотелось, чтобы это было так. Разве вы не понимаете, могут пострадать люди? Есть только доктор Стайлс, есть студенты. Те, кто стал свидетелем этих событий, напуганы. О, пугаться — это надо так увлекательно. Будем о чем рассказать в старости. В любом случае, не похоже, что кому-то причинили ощутимый вред. По крайней мере, пока. Если это и правда не ваша игра, то я советую вам пересмотреться к остальным подопытным студентам. Как говорится, свято-места просто не бывает. Сами знаете. Конечно, конечно, вы правы. Это кто-то из них. Спасибо. Спасибо. Так, ну что же. В таком случае понятно, что теперь нам нужно присмотреть за студентами. Так, и не нужно ли нам взять что-то еще из запасов. Так, сейчас у нас есть генератор звука, порох, шашки, шнур. Давайте еще вот на этой полке посмотрим. Да нет, похоже, все, что мы могли взять, мы уже взяли. Так, ну да ладно. Что ж, единственный способ сейчас что-то выяснить об участниках эксперимента, это, разумеется, вернуться в Сент-Эдмунд-Холл. Ну да. И зачем-то нам еще нужно в Крайс-Чёрч попасть. Ну, скоро мы это выясним. Да, интересно. Не может быть, чтобы сам Дэвид ставился в эту игру. Может быть, это профессор Макпеллер с помощью своего студента, аспиранта, пытается попасть в Клуб Дедал. Интересно. Так, давайте-ка все-таки попробуем попасть к Элене. Богор. Так, а ну вот, пожалуйста. Ну да, вот таким вот нехитрым способом, как я и предполагал, мы туда попали. Просто, видимо, нужно было попасть туда. Ключ 5 минут назад он был мне очень пригодился. После определенных бесед с Мефистофелем. Так, ну что ж, давайте осмотримся. Это точно ящик Елены. Есть документы о поступлении в университет, но про фокусы или заговоры я ничего не вижу. Понятно. Так, камера. Мне сегодня нужна фотокамера, но я не хочу брать ее без спроса. Если попросить Элену, наверняка дала бы мне ее на время. Можно попробовать. Но у меня нет времени копаться в ее компьютере, к тому же вряд ли я найду в том что-то интересное. Так, полка с книгами. Должна признать, я сильно сомневалась, что вижу в ее комнате книги. Все не так просто. Ну да, вполне вероятно. То есть теперь Саманта подозревает всех подряд. Но вообще, конечно, мы находимся в комнате молодой девушки. И посмотрите, какой здесь беспорядок. Все. О, так, интересно. Все разбросано. Сто процентная, Елена. Ну да. Как мы с вами уже выяснили, эта девушка довольно-таки экстравагантная, поэтому вот такого рода нижнее белье, это в ее стиле. Так, секундочку. Что там за шкатулка? Какая же все-таки здесь потрясающая музыка. Замок. Зачем Елене держать в своей комнате за бортой шкатулкой? Так, ну, ключ не подойдет. Это ключ от комнаты Елены. Для замка на шкатулке он великоват. Так, ну, ножом не получится. Ну, и с другой точки зрения, ножом-то это было, по-моему, уже слишком. Так. Сэм, ты что тут делаешь? Я просто хотел с тобой поговорить. Дверь была открыта, и я... Ладно. Я в ужасе от этих дел на кампусе. Кто-то подставляет стайлся, и я думаю, что в этом замешан один членов клуба овечки. Ну вот, я играю в детектива. И что ты тут нашла? Ничего. Ничего, в любом случае, ты у меня список подозреваемых не возглавляешь. Значит, что-то со мной не так. Ладно, я тебя отпущу. Если ты мне сольешь, всех остановок. Ты за кем еще спионила, Шерлок? Рассказывай. Только чтобы было интересно, и по возможности грязно. Ну? Так, все понятно. То есть, теперь мы должны будем Элене докладывать обо всех поисках. Ну что ж, давайте так и сделаем. Малик – аспирант самого страшного во всем университете врага Стайлса. Человека по имени Линквейлер. Мне кажется, этот не перед кем не остановится, чтобы уничтожить себя доктора Стайлса. Правда? А вот это подозрительно. Не говоря о том, что круто. Ни перед чем не остановится доктор Линквейлер. В принципе, у меня пока тоже в этом сомнений нет. Я видела у тебя фотоаппарат. Не одолжишь мне его всего на пару дней? Бери, я все равно им не пользуюсь. Какой кайф от фотографий, когда ты по другую сторону объектива, и тебя на них не будет. Ну вот как-то так. Интересно. Да, типичная, скажем так, девушка. Ну, тусовчица, что ли, не знаю, как сказать. Ладно. Давайте тогда попробуем подняться. Этажом выше. Там, если мне не изменять память, живет Чарльз. Прошу прощения. Так, ну, между тем, здесь особенно ничего не поменялось. А, ну вот теперь мы можем поговорить с этим молодым человеком. Привет, а ты не впустишь меня в комнату 204? С какой-то стати. Так, ну... Самое очевидное, пожалуй, вот это. Он взял мне книжку, она мне срочно нужна. Думаешь, я нарушу из-за этого свои этические нормы? Никогда. Этические нормы. Понятно. Но... Я девушка Чарльза. Я хотела сделать ему сюрприз. Ты сегодня третий, кто называет себя его девушкой. Хочешь пущу тебя в свою комнату, и ты сделаешь сюрприз мне? Этические нормы. Этические нормы. Очень соблазнительно. Но спасибо. Не надо. Так, ну и последний, видимо, вариант. Я разношу печенье для герл-скаутов. Правда? Не вижу никакого печенья. Но печеньки очень маленькие. А по мне эти печеньюшечки очень ничего себе. Дашь, на пробу. Ты пуща. Да. Сама начала. Да. Странно. Тогда каким же образом он должен нас спустить? А, подождите. Здесь есть какой-то... Какой-то фокус. Он напрашивается на маленький фокус. Только на какой? Так, ну... Это однозначно что-то должно быть связано и с картами, как вы понимаете. А, ну вот, наверное, вот этот фокус, да? Разделяя и влавствуем. Так, давайте посмотрим. Попросите добровольца перетасовать колду карт. Скажите зрителям, что в детстве вы постоянно ссорились с братом, а когда надо было что-то делить. Ваша мать решила эту проблему по методу разделяя властвую. Например, ваш брат отрезает два куска пирога, вы решаете, какой из них взять. Так, обоим приходится поступать честно. Но вы были умнее брата и быстро сообразили, как вывернутся. Интересно. Так, скажите, если что сейчас поддемонстрируете, вы с добровольцем будете убирать карты со стола и можете сказать, какая карта останется. Напишите на бумажке, какая-то будет карта. Выберите любую из открытых. Сложите ее несколько раз и отдайте добровольцу. Так, вы с добровольцем по очереди выбираете две карты. Затем ваш визави решает, какая из этих двух карт выйдет из игры. Оставшаяся карта возвращается на стол. Угу. Игра ведется до тех пор, пока не останется одна карта. Когда останется всего одна карта, добровольец смотрит записку и на нее, разумеется, записана именно та карта, которая осталась. Там в чем же фокус? Если число карт на столе четное, четное, попросите добровольца сделать первый ход. Если число нечетное, первый ход должен остаться за вами. Когда добровольца выбирает записанную вами карту, просто удаляйте из игры вторую. В свой ход вы выбираете любые карты, кроме нее. В конце концов, останется одна карта та самая. Так, то есть, если число карт на столе четное, то не мы начинаем. Если число нечетное, то первый начинает оппонент. А, нет, если нечетное, то первый начинает Саманта. Так, ну, давайте попробуем. И во что вы тут играете? Джин, хочешь играть? В Джин вами. Хочешь играть? Ставка пять фунтов. Джин's okay, I guess. Но я знаю, что в игру живее. Если ты не способен на что-то, кроме Джин. Я тебя побью в любой игре на свете, красавица. Это называется «Дивай и конкурс». Я играл в эту игру со своим братом. Он думал, что он умнее, чем я, и он мог бить меня во что угодно. Моя мама применяла метр-разделяя власты, когда решала наши споры. Например, я бы разделил на твою картошку фри, а потом я выбирала тарелку. Это глупо. Я бы просто наполнил одну тарелку так, чтобы она казалась полнее, а больше было бы. Он так и пытался, но я ее всегда перейдила. Или твой брат был недоумком, или ты берешь. Спорим? Я ставлю 10 фунтов за раунд. Если получаю 30, я выиграл. Окей. Давай. Так, теперь сдай карты рубашкой вниз. От пяти до двенадцать. Сколько хочешь. Прошу прощения. Так. Ну что же, давайте попробуем эту интересную игру. Так, сколько здесь? Десять карт получается. Значит, число четное. В таком случае оставляем оппоненту право ходить. И предскажем, ну, четверку что ли. А, ну, в принципе, все понятно. Убираем шестерку. Теперь сами выбираем вот эти две карты. То есть, смотрите, что получается. Так, здесь самое главное, это как считалка детская, да? Самое главное, кто как начнет и кто сколько слогов использует. Да, по нашу карту собеседник выбирает постоянно. Так, ну, все логично. То есть, если бы начинала бы Саманта в этот раз, то в таком случае все-таки последний вот этот вот выбор, какую карту выбирать, он был бы за оппонентом. И он мог случайно или намеренно выбрать вот эту карту. Отлично. Ну что ж, сыграем еще. Так, значит, сейчас карта у нас с вами 11. Ну, в таком случае должна начинать Саманта. Давайте опять первую карту. Отлично. Так, ну, здесь без разницы, какой выбирать. Ну, вот так вот, нехитрые такие манипуляции. И в результате наш оппонент оказывается одураченным. Да, в первый раз он был более прозорлив. Ну, как-то так. Ну что ж, давайте сыграем еще. Так, а количество карт нечетное, значит, начинается Аманта. И опять четверка. Отлично. Ну, вот как-то так. Ты решила меня доходов за неделю. У тебя наличные есть? Ты где-то смоплевала. Какая жалко, что ты не знаешь где. Заплати, пожалуйста. Ты ведь чего-то от меня хотела? До того. Верно. Я хотела, чтобы ты впустил меня в комнату Чарльза. Махнемся? Окей. Ну, ладно. Хм. Круто. С тобой приятно иметь дело. Я... Да уж. Исключительно. Хм. Да. Интересный фокус, да, друзья? Да, хочешь не хочешь, а в такой ситуации 30 фунтов это как раз та самая сумма. Ну, видимо, значит, здесь есть некая такая аналогия такая с 30 серебрянниками, которую мы разгадывали в прошлый раз. То есть за 30 фунтов студент поступил со своими этическими нормами. Так, давайте зайдем в комнату к Чарльзу. Да. А здесь как-то, разумеется, более мрачно, чем в комнате у Елены. Давайте осматриваться. Так. Что? Он ни капли не похож на Чарльза. А дата всего год назад. Так, ну и послушайте, насколько мрачной стала музыка. Да, это его мама, довольно-таки молодая. Может ли Чарльз Эдингтон пользоваться чужим именем? Лучше заберу это как у Лику. А вот и номер мамы. Номер мамы Чарльза. Нужно занести его в мобильник. Вдруг пригодится. Так, давайте-ка так и сделаем. Вот, я сохранил номер в телефон. Вдруг понадобится. Все понятно. Вот теперь уже первая зацепка. Манго, игры, DVD. То, что и должно быть у заседшего Чарльза. Хм, интересно. Ну да, какая-то приставка здесь. Только зря он не выключает. Телевизор, когда уходит. Так. Ух ты. Он что, реально ботаник? Ну вот как-то так. И вот смотрите, фотография на стене. I want to believe. Это секретный материал, разумеется. Хочу верить. Похоже, Чарльз интересуется научной фантастикой. Да, круто. Что здесь еще есть? А, вот, пожалуйста. Журнал. Это номер Scientific American со статьей доктора Стайлза. Но ведь Чарльз делал вид, что никто не слышал о докторе Стайлза. Он меня одурачил. Вот видите, то есть, в принципе, не только Малико можно подозревать. Потому что, видите, Чарльз тоже не так прост. И на фотографии он выглядит не так. И журнал у него со статьей профессора Дэвида Стайлза. Интересно. Так. Ну, надеюсь, Чарльз сейчас сюда не войдет. В самый неподходящий момент. Так, вот еще ящик. Здесь нет ничего интересного. Так, ну, по всей видимости, это все. Ну да. Ну что ж, давайте попробуем подняться на третий этаж. Да, круто. Третий этаж. Так. Ну да, я так и думал, честно говоря, что с ним тоже можно поговорить. Нас интересует комната номер 302. Эй! Привет. Ты не можешь впустить меня в третий этаж, в вторую комнату? Я одолжила Харви Киндерману камеру, а она мне срочно нужна. У меня лаба по видеосъемке. Нет. Так. Забавно. Ну ладно тебе. Я знаю, что нельзя пускать посторонних людям в комнату, но я очень спешу. А я нет. Он не поддается. Вот черт. Надо придумать какой-то фокус. А, все понятно. Фокус. Ну, давайте попробуем. А, ну слушайте, это очень очевидно. Тайно запертая комната. Трюк состоит в том, чтобы спрятать маленький генератор шума из астанционного управления в туалетную бумагу. В туалетную бумагу. И подсунуть его под дверь. Когда зрители или жертвы будут рядом с вами, включите шумелок из пульта. Кажется, за дверью кто-то или что-то есть. Но заглянув в комнату, люди ничего там не увидят. Смеяться будут все. Так, ну что ж, давайте так и поступим. Довольно-таки интересно. Так, это не то. Так, а где же у нас шумелка? Я вообще-то думал, что... Или нужно наоборот вот так сделать. Да нет, генератор шума помогите. Странно. Странно. Вот туалетную бумагу, вот генератор звука. Тогда какая же нам нужна еще шумелка. Давайте еще раз осмотримся. Нет, больше ничего нет. Интересно. Так, это очень странно. Ну, давайте попробуем прогуляться к Мефистофелю. Может быть, мы сможем купить у него какие-то... Какую-то другую шумелку. Это странно. Честно говоря, я думал, что мы у него все уже купили. Ну, может быть, я ошибаюсь. Так, отлично. Ну что ж, давайте прогуляемся. Мисс Эверетт, как приятно вас видеть. Спасибо. Ну, поговорить с ним, понятно, не получится. Давайте тогда посмотрим полки с товарами. Так, фальшивая кровь, особая колода карт. Ломающаяся палочка. Шулерская кость. Симпатические чернила. Так, ну это явно не здесь. Так, может быть здесь? Твердая вода. Чертик в коробке. Маска. Копилка маленького вора. Магнит. Несколько особых колод карт. Телефон и жучок, который мы уже использовали. Забавно. Где же мне взять эту шумелку? Какая прелесть. Сколько всего можно сделать с ее помощью? Хм. Так. Ну что ж, ладно, друзья. Пожалуй, наверное, я попытаюсь разобраться с этим между сериями. Вот. И мы начнем сразу с вами с кампуса. Вот. И там посмотрим, что же можно сделать с вот этим фокусом. Чего нам не хватает. Ладно. Напоминаю, что с вами был Добрый Макс. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok